Здравствуйте! В эфире выпуск Школа Плюс ТВ и я, Марианна Морозова. О самых интересных событиях прошедшей недели в ближайшие 5 минут. Итак. Где рождаются знаменитые телешоу, известные телепрограммы, где зажигаются наши телезвезды. Наши старшеклассники побывали в знаменитом Останкинском телецентре, святая святых телевещаний центральных каналов. Ребятам показали, в какой телестудии готовят программу «Есть тема». Передача как раз готовилась к эфиру. Побывали в знаменитой студии «Поле чудес», показали, где записывает свои программы главный доктор страны Елена Малышева. Здесь ребятам повезло. Они посидели на местах для зрителей, почувствовав себя полноценными участниками телепроекта. Ребята узнали, как готовят большие телепередачи, кто участвует в подготовке программы, какие задачи выполняют сценаристы, режиссеры, операторы и ассистенты. Увидели все, что остается за кадром и чего невозможно увидеть с экрана телевизора. Какая телетехника используется в производстве проектов. Как выглядит костюмерная, где отдыхают декорации после съемок и через какие коридоры подвальных этажей их провозят в студии. Школьников сводили в знаменитый музей легендарного шоу «Поле чудес» и в музей передачи «Спокойной ночи, малыши». Все вместе прошлись по длинным Останкинским коридорам, которые теперь стали большим музеем. Здесь можно узнать, какие легендарные телепрограммы вошли в историю нашего телевидения. Передовые технологии, прорывные открытия, главные победы России в промышленности, культуре и спорте. Будущее страны в контексте настоящего и прошлого. Международная выставка «Форум Россия» – отличный повод познакомиться с регионами страны. Ни одна экскурсия не проходит мимо этих экспозиций. Коллайдер достижения России – гигантская мультимедийная галерея высотой 10 метров длиной 166, внутри которой установлены интерактивные инсталляции с наиболее важными изобретениями и просто событиями родной страны. Через этот коридор ребята прошли в павильон, где представлены достижения нашей области. Чем живет наш регион? Какой продукции славится наш край? Об успехах, перспективах и планах области ребята узнали, пройдясь по Владимирской экспозиции. На выставке много интерактивных программ. Ребята зажгли лампочку дружбы, послушали стихи в исполнении робота. Павильон «Космос» – 120 уникальных образцов техники, от скафандров до орбитальных модулей и макетов ракет. Здесь можно было узнать, как стать членом команды «Роскосмоса» и сфотографироваться на фоне виртуального звездного неба. Белые более яркие, более яркие рыбки, чтобы они не сливались. Гайд для настоящих аквариумистов. Жилой дом для своих первых водных обитателей решили сделать наши первоклассники на уроке технологии. За аквариум литров на 200-300 решили пока не браться. Оптимальный объем для новичков – картонная коробка, иногда даже самодельная. Водоросли вырезали и готовили своими руками. Конечно, бумажные. Для большей достоверности завивали ножницами. А вот ракушечки настоящие, привезенные с последней поездки с моря контрабандным способом. Положили в чемодан, пока мама не видела. И сейчас эта контрабанда сильно пригодилась. Морское дно оформили сами. А рыбки – полная неуемная буйная фантазия наших первоклассников. Давняя неосуществимая мечта, воплощенная в цветной бумаге. Такие аквариумы очень привлекательны еще и тем, что для них не требуется мощных капиталовложений. И самое главное – последующего ухода. Следующим номером программы, видимо, будет зоопарк. Смеем надеяться, что любовь к крупным хищникам воплотится тоже в картоне. Во всероссийской акции «Собери посылку солдату» принял участие наш пятый класс. Информация по сбору помощи фронту была размещена в соцсетях. Практически все родители вместе со своими детьми приняли активное участие в этой акции. Продукты питания, носки, перчатки, батарейки, салфетки. В общем, все те мелочи, без которых не обходятся фронтовые будни наших бойцов. В каждую посылку дети положили легендарные фронтовые треугольники. Вместе с посылками в зону боевых действий полетят письма наших ребят. С добрыми словами пожеланий и надеждой на скорейшую победу. Наш класс писал песню солдатам в зону СВО. Я тоже написал письмо. И я им пожелал удачи, скорейшей победы и здоровья. Наши повара тоже присоединились к фронтовой акции. Знаменитые армейские сухарики, знакомые нашим солдатам еще со времен Отечественной войны. Просты в изготовлении и удобны для хранения. Этот немудреный и незаменимый на фронте сухпоек всегда выручал наших бойцов в марш-бросках и затяжных боях. На этом все. Доживем до понедельника.